Уважаемые SDK братьев своих. Мы готовы? Давайте начнем. Меня зовут Кирилл. Мои коллеги уже, наверное, составили примерный образ, что такое операционная система Dyson. И я немножко поговорю, как быстро и легко разрабатывать, используя веб-технологии на платформе Tizen. Мой доклад состоит из двух частей. Сначала мы поговорим о большом Tizen для смартфонов и попробуем разобрать, что такое Tizen for Wearable. Мы поговорим вообще в целом, что дает нам WebHTML5 разработка для Tizen и будет небольшой демо. Значит, примерно разложим в голове, как выглядят, точнее, какие типы приложений бывают для веба. Самый простой – это веб-сайт. Веб-сайт, если его делать на современных технологиях, это когда одна страница загружается, а дальше все страницы переключаются посредством CSS-стилей и AJAX, ну, еще называют Single Page Application, то его можно рассматривать как веб-приложение. Вы запускаете его в браузере, он умеет получать большим функциям HTML5. Преимущество в том, что этот веб-сайт может быть индексирован исковыми системами, и ваши клиенты, пользователи их найдут. Но минус в том, что нельзя распространять через магазин приложений. И Tizen предлагает половинчатое решение, так называемый Hosted App. Если в двух словах, то эта ссылка на ваш мобильный сайт, который упаковывается в файл VGT, имеет иконку и может распространяться через магазин приложений. Потом я вам покажу, как это делается. Это довольно просто, буквально за считанные минуты. И Hosted App, так же, как и веб-приложение, запускаемое в браузере, имеет доступ к функциям, которые имеет веб-браузер. Про веб-API мы тоже поговорим чуть позже. И если вам нужны дополнительные API, например, доступ к Bluetooth, NFC, журналам звонков, SMS и так далее, то есть все то, что завязано на железо конкретное, вам придется разрабатывать Packaged App, то есть обычный классический. Это о чем, о том, о типе приложений, о котором рассказывал, например, Ленат, но только для веба. И тогда вы имеете доступ ко всем функциям, как веб, так и для железа. И, соответственно, тоже вы можете его распространять. Но здесь распространять через магазин приложений, но нужно будет проходить сертификат в течение трех дней. И еще интересное то, что если вы прошли один раз сертификацию для Hosted App, то все последующее обновление будет происходить через ваш мобильный сайт, потому что контент загружается, ну, собственно, с него. Как создать Hosted App? Вам нужно поменять, по сути, два пункта в стандартном созданном приложении. Это удаленный ресурс, задается на странице Tizen в файле config.xml. Вообще, как бы, config.xml – это что-то, некое подобие манифеста. В native он так и называется, манифест файл. Есть похожий тип в Android, Android манифест. То есть это файл, в котором задаются все настройки, описания, политика безопасности и так далее для вашего положения. То есть мы указываем удаленный ресурс, в нашем случае это Tizen.org, и задаем политику безопасности по использованию интернета. В разделе Access я добавил звездочку и subdomains true. То есть это означает, что я всему интернету разрешил, точнее приложению Edge Shield доступ иметь ко всему интернету. Вы можете указать конкретно на какие веб-сайты вы можете ходить. Допустим, если кто работал с веб-технологиями и использовал Ajax, допустим, чтобы получить доступ к сторонним сайтам, то наверняка вы замечали, что у браузера возникает ошибка cross-origin policy, там, нарушения. Вы не можете из браузера, с одной страницы, получить доступ к другим страницам посредством веб-запросов. Нужно получить специальное разрешение и так далее. В общем, в веб-приложении регулирование этой политики безопасности уходит на откуп разработчика. Вы сами задаете руками, каким ресурсам вам иметь доступ. То есть это означает, что злоумышленный код не может быть исполнен и выполняться как cross-site scripting и получить доступ к другим ресурсам без вашего ведома. Вы точно определяете доступ к вашему сайту, к вашему сайту API или там партнеру и так далее. Какой API доступен для веб-приложений? В целом все это называется Tizen Web API, но его можно разделить на API, который разрабатывает консорциум в B3C. Это полный стэк HTML5 функций. Тут входит Canvas, WebGL, WebSocket, WebSQL и так далее. То есть все самые навороченные последние функции. И они поддерживаются должным уровнем. Как уже мои коллеги говорили, если зайти на сайт html5test.com, то этот сайт покажет, сколько функций поддерживает ваш браузер. Тайзен там занимает лидирующие срочки, занимает, по-моему, уже больше 500, около 505 последние сборки занимает очков. И этот среди мобильных браузер, потому что если брать десктоп, то, например, Chrome сейчас очень сильно развивается. Последняя версия 34 сборка, по-моему, тоже набирает примерно столько же очков. И на помощь приходит девайс API. Это как раз, как я уже говорил, доступ к хабарным функциям. Как раз если вам нужно получить доступ к периферийным устройствам по Bluetooth, то легко все это делается через WebAPI, прямо в JavaScript. Для разработчиков доступен уже преднастроенный UI. Называется он WebTizen UI. Он основан на jQuery Mobile. Если вы разрабатывали приложение, используя этот фреймворк, то вам будет все очень знакомо, и вы быстро можете включиться в разработку. Также существует инструмент, называется WebUI Builder. Это инструмент, похожий на те, которые есть в классических IDE, таких как Visual Studio, Delphi, когда мы берем форму, создаем на нее, кладем кнопку, на кнопку кликаем, переходим в код и описываем поведение этой кнопки. Вот это инструмент точно такой же. Но он как бы немножечко сырой и иногда ведет не так, как вы можете это рассчитывать. Поэтому я пока рекомендую, особенно если вы уже работали с веб-технологиями, использовать WebUI Framework, потому что вам в руки дается полный доступ к HTML-странице, к JavaScript, вы сами создаете каркас вашего веб-приложения, ну и так далее. В общем, делайте все, что хотите. Но Tizen на этом не останавливается, он поддерживает сторонние решения. Если вы наверняка уже видите среди этого списка любимые ваши фреймворки, если вы разрабатывали, что приятно, jQuery используется и с коробки, и версия 1.8.2, но это не мешает вам обновить ее до последней версии 2.0, или использовать аналоги, например, как Zepht.js. То есть он API с jQuery совместимый, но работает быстрее, меньше вызовов и так далее. Также вы можете использовать разные фреймворки для разработки игр. И производительность будет вполне на должном уровне. Например, есть физический движок Box2D. Очень много проектов, которые у нас делаются на хакатонах, делаются именно на его использовании. Один из ребят, которые выиграли, вот Кирилл ушел жёвкой, был проект, как раз созданный на HTML5 использовании Box2D, когда мы играем в игру в баскетбол. Мы берем мячик, его пальцем оттягиваем, указываем вектор, мячик летит, используя физические законы, попадает в кольцо, там отскакивает, проваливается, очко засчитывается. И причем сетка, которая лисит на кольце, тоже двигается в зависимости от того, как мяч двигает эту сетку. То есть используется физический движок и FPS на должном уровне 30 минимум выдавало. Причем без такой сильной оптимизации все равно можно оптимизировать еще больше, использовать соответствующие фреймы ресурсов и так далее. То есть там есть поле для оптимизации. Пакет CreateCuteJS позволяет работать не только со спрайтами, но и с музыкой, со звуками, то есть для разработки мультимедийных или игр, к примеру. И разберем по-быстрому частые ошибки. Очень часто спрашивают как раз, что нет интернета, нужно просто включить и разрешить доступ к интернету. Я уже об этом вам рассказывал в разделе Access на странице Policy. Затем могут быть проблемы с сертификатом. Очень просто, нужно просто его перегенерировать. В принципе, на странице разработчиков в Вики тоже есть там полная инструкция, если у вас какие-то возникли проблемы. И плюс еще всегда есть способ управлять установкой и вообще разработкой из командной строки. В целом, после установки Tizen и DE можно разрабатывать вообще даже не запуская Eclipse. То есть вы в командной строке можете использовать ваш любимый, скажем, Vim, разработать приложение, собрать его, команда Web Packaging, создастся пакет. И дальше, кто работал, например, с Android, есть такой инструмент ADB. Здесь есть аналогичный, называется SDB, Smart Development Bridge. Он использует практически такой же API, то есть SDB install имя пакета, установка. SDB shell, получили доступ к shell. SDB root on, включили root на вашем девайсе. Девайсе, например, или на эмуляторе. SDB pool, имя, путь к файлу, вы его выкачали из устройства. Ну и, соответственно, push, чтобы закачать. То есть есть полный доступ. И вы также можете создать, удалить приложение, запаковать, новую там установить и так далее. Как правило, это всегда работает. Иногда бывает, что не работает установка. Нужно проверить состояние устройства. Вы делаете просто SDB devices и смотрите, чтобы устройство не было оффлайн. По сути, очень похожий подход, точнее, похожая ситуация, как и с Android. Проблемы могут возникать из-за нечеткой, из-за проблем в общем-то USB кабеля или еще с какими-то. Бывает. Затем разработчики часто хотят использовать авторнотацию и она у них бывает просто в проекте отключена. Нужно ее просто включить. и давайте попробуем сделать небольшое демо. Я предлагаю вам тоже запустить, потому что оно очень простое. Вы прямо на ходу убедитесь, что веб-разработка она быстрая. Плюс я покажу, как сделать вашу... ... веб-разработку. Спасибо за субтитры Алексею